Добраться на коляске до того же спорткомплекса Борисоглебский сложно, хотя в парке и сделаны пандусы и перила, но не везде и не совсем удобно. У нас много сделано, но не так. Вот люди не так и не там. От родника и этот пандус новый, у него перила. Чрезмерно сделано много перилов. Когда перила с двух сторон, когда это наклонная поверхность, это обоснованно. Там не наклон, от родника дом остался. Проблемы человека с ограниченными физическими возможностями начинаются еще на пороге собственного дома. Например, Игорь живет на пятом этаже и каждый раз, чтобы спуститься, вызывает рамспас. Ему никогда не отказывают. Трое инвалидов-колясочников живут в частном секторе. Их проблема – добраться от калитки до места, где можно передвигаться на колесах. Первая основная наша проблема – это доступная среда. Это пандусы, это перила, это лифты. Это те условия, которые позволили бы нам беспрепятственно перемещаться по городу. И уже тогда можно будет говорить об устройстве на работу, об образовании, можно просто физически сначала иметь возможность из пункта А переместиться в пункт Б. Всего в районе 330 инвалидов-колясочников. Нина Широкова говорит, что мы все чаще стали видеть их на улицах. Чаще, но не многих. Хотя и это большое достижение. Несколько лет назад, благодаря инициативе Комитета по делам молодежи, стал проводиться марафон «Город неравнодушных людей». Это целый ряд разноплановых мероприятий. Цель – привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, сгладить границу между их жизнью и жизнью здорового человека. Если сравнивать, то, конечно, в годы назад, в вещах, о которых мы сегодня говорили, мы, в общем-то, наверное, еще и потом не поймали. В городе Раменское проводится исследование социально значимых объектов на предметах адаптации для инвалидов. Таких объектов 231, обследовано 70%. В следующем году Комитет социальной защиты населения будет проводить такое же исследование в домах. К этой работе хотят подключиться и депутаты. Я лично готов прийти по квартирам, я это делал много раз, и лично буду работать с соседями людей, допустим, находящихся на моем участке. Это мы маленькие, маленькие коллеги сделают просто сам. Мы усполен и увеличим донтакт с ними. Если человек с ограниченными физическими возможностями передвигается по нашему городу на машине, то припарковаться у него есть один шанс из ста. По результатам ежемесячных рейдов совместно с ГИБДД обнаружено, что более 90% парковочных мест для инвалидов заняты транспортом обычных граждан. В таких случаях предусмотрены только штрафы. Мера, как видно, недейственная. Будет рассматриваться вопрос об эвакуации автомобилей-нарушителей. Рейды ежемесячные мы проводим, и здесь с ГИБДД, с депутатами. Но, конечно, сдвигаются с мёртвой дочки. Наши граждане, актолюбители, начинают всё-таки принимать важность и значимость этих мероприятий. Руководитель РАМСПАС Александр Горбачёв представил проект создания спасательно-оздоровительного центра для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При пожаре у нас нет никаких средств для того, чтобы спасать человека, даже с 17 этажа. Я вам ответственно заявляю, средств таких нет. Никакие лестницы, ничего, забудьте. Вот единственное средство. Но оно одевается, вот здоровый человек может эту косынку одеть. Инвалид-колясочник? Нет. Я уже вёл переговоры с производителем вот этих средств. И с тем, чтобы сделать вот эту косынку, предусмотреть, частью коляски. С помощью РАМСПАСа в 2013 году были сделаны специальные карты для глухонемых людей, чтобы они могли вызывать экстренные службы по СМС. Я слышал, какой-то экспорт по телевизору говорил, что пока не могут найти этого решения с мобильными операторами. В то же время инвалид должен получать эту возможность наравне с любыми из нас. То есть бесплатно СМС должно быть. И иметь возможность в любое время СМС отправить. У нас это не реализовано, кроме Раменского района. В Раменском районе реализуется программа «Доступная среда». Желательно, чтобы она выполнялась совместно с теми, для кого предназначена. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина, для программы «Городские вести».